19.58. Последний на сегодня избиратель, в кои-то веки не бросивший бумажку мимо урны, покидает зал для голосования. В 20.03 под мудрым оком охранника члены избирательной комиссии приступают к активной работе. Закон номер 838 закрыт для голосования. Первое, что мы должны сделать, посчитать неиспользованное избирательное бюллетение. Процесс подсчета заканчивается беспощадным уничтожением ненужной макулатуры. На варварскую растрату государственных средств с интересом смотрят наблюдатели. Проблем между ними практически не возникает, несмотря на полярность политических взглядов. За 12 часов совместного сидения не только Зюгановец с Явлинцем могут сдружиться. Параллельно с подготовительными работами убирают агитационные щиты и снимают с урн парадные занавески. А живи Репин в наше время, картину Вурлаки на Волге, он писал бы с другой натуры. После этого начинается самое интересное. Смотреть, как из урна вываливается народная воля из явления, наверное, никогда не надоест. Подсчет начинается с одномандатного округа. Кандидатов раскладывают по пачкам. Растущие стопки намного показательнее столбиков на диаграммах. Аксакова председатель комиссии реквизирует сразу, чтобы не мешал расти другим стопкам. И так толстый. Покончив с розовыми бюллетенями, взялись за голубые. После немногочисленных споров решают раскладывать стопочки по номерам в избирательном бюллетене. Тут выясняются еще кое-какие особенности выборной математики и зоологии. Оказывается, медведь намного толще и больше слона. В общем, сколько мы ни пытались обнаружить каких-либо нарушений законодательства о выборах, на данном избирательном участке нам не удалось. Впрочем, члены избирательной комиссии вряд ли стали бы потасовывать результаты прямо перед нашей камерой. Правда, на все участки телекамер не хватит. Андрей Иванов, Александр Александров. Время новостей.